Вся правда шансона Шансон ТВ Здравствуйте! В эфире правда шансона. С вами Аня Каверина. Вся правда шансона Сентябрь 1923 года подарил этому миру талантливого и очень творческого человека Михаила Танча. Можно много ли сказать в трех куплетах? Сколько сможешь, я на том и держусь. Дай мне, Боже, много песен не спетых, А и спетых я своих не стыжусь. Поэт, народный артист России создал не только свою успешную карьеру, но и помог очень многим популярным исполнителям российской эстрады встать на путь успеха и славы. Сегодня, в День памяти Михаила Исаевича, мы решили сделать подборку из талантов, которые он сделал поистине известными. Алла Пугачева. С Михаилом Танчем Примадонну связывали не только крепкие дружеские отношения, но и творческое сотрудничество. Пугачева была еще совсем юной, когда Танич стал делать из нее звезду. Вместе с Леоном Марабовым Танич написал песню «Робот», с которой дебютировала на радио совсем еще юная Алла Борисовна. Именно Танич стал первым автором Аллы Пугачевой. Нет, 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 нет мне покоя, нет покоя, нет, 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 нет. Вся правда шансона. Юрий Антонов. Когда артист выступал в Союзе композиторов, то Тан подвергся жесткой критике со стороны других деятелей музыкального искусства. Танич тоже присутствовал там и не выдержал такой жуткой абструкции в сторону Антонова. Эта ситуация сделала свое дело. А позже совместно с Антоновым Танич написал две песни «Зеркало» и «Не забывай». «Зеркало» Танич называл одной из самых любимых, а второй песней Антонов до сих пор любит завершать свои концерты. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не так. Но все хорошее не забывается. А все хорошее и есть мечта. Владимир Кузьмин, как и многие другие российские знаменитости, очень дружил с Михаилом Таничем. Тот был его наставником и помощником в начале творческой деятельности. В 1985 году Танич помог Владимиру Кузьмину впервые выступить на телевидении. Тогда творческая карьера Кузьмина и пошла в гору. Танич также очень помог построить свою сольную и успешную карьеру российской эстрадной джазовой певицы Ларисы Долиной. В 1996 году состоялась премьера юбилейной сольной программы Ларисы «Погода в доме». Именно в этом спектакле прозвучали известные хиты певицы. К тому же был представлен и альбом «Погода в доме», который Долиной помог создать именно Михаил Исаевич. Главнее всего Погода в доме, а все в другом есть суета. Есть я и ты, а все, что пробит, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что пробит, легко уладить с помощью зонта. Вся правда шансона. Список артистов, которым помог Танич, можно продолжать очень долго. Алена Апина, Аркадий Укупник, Эдита Пьеха, группа «Лесоповал» – все эти люди до сих пор безмерно благодарны Михаилу Исаевичу. А мы будем помнить, чтить и передавать из поколения в поколение все его многогранное и глубокое творчество. С вами была Аня Каверина и «Вся правда шансона». Слушайте хорошую музыку, поздравляйте любимых артистов «Шансон ТВ» с днем рождения и до скорого! «Вся правда шансона». Шансон ТВ